Дом Рецептов Приходят лучшие шеф-повара, для того, чтобы поделиться секретами приготовления простых, но очень вкусных блюд. Удивительные рецепты, занимательные факты и, конечно же, интересные личные истории. Все это в Доме Рецептов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вновь в эфире кулинарное шоу Дом Рецептов. Я Батербек Тайжанов, участник первого сезона реальти-шоу Дом Весы. И это моя родная кухня. Я приглашаю гостей. Сегодня с нами Александр, бренд-шеф, повар ресторана Крудо. Александр. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы приготовим овощной салат, лазанью с неким отхождением от стереотипов и фруктово-песочный микс. Давайте начнем с салата. Салат? И что нужно для этого делать? Для начала поставим нашу сковородочку. Подготовим масло. Пока у нас греется масло, подготовим наш кляр. Окунем туда овощи и обжарим на сковороде. То есть такие вроде хрустящие печеные овощи. Что нужно для кляра? Для кляра мука. Мука? Ну, я думаю, и посуда? Мука, вода, соль, перец. Яйца мы в кляр не добавляем? Нет, мне достаточно клейковины, которая свяжет муку в однородную массу. Пока я буду замешивать кляр, нужно нарезать шампиньоны. То есть до этого мы уже нарезали цукини, баклажаны. Ну, вот такие вот зубчики. Окей. Это я сделаю быстро. Ну, относительно быстро, конечно. Хорошо. Все, я добавляю соль, наш кляр, перец. Получается, что один гриб делится ровно на 8 частей? Ну, в среднем, да. Масло у нас греется. Кляр мы сейчас доведем до ума. Грибы готовы? Ну, все, готовы. Готовы? Что-то надо делать с салатом? Можно грибы привозить к овощам и нарезать черри. Оторвать. Также монетками? Да. Ну, где-то консистенция такой средне-густой сметаны. Основные компоненты – это соль, перец и оливковое масло. Так, проверяем наш кляр. И как мы его проверяем? Наше масло. Все, готов. То есть, если капнешь кляром раскаленное масло… Волокивает. Также то же самое будет происходить с нашими овощами. Подготавливаем. Берем наши шампиньоны. Цукини. Можно все вместе закидывать. Цукини, баклажаны. Все это будет жариться в нашем масле. Пока можно помидоры дорезать и отложить отдельно в миску, закладываем наше овощи в масло. Можно все вместе. И сколько листьев потребуется? Давай, я думаю, вот этого нам вполне чем достаточно. Вот этого? Для нас двоих. Все наши овощи пожарились. Достаем их из нашего, так сказать, домашнего фритюра. Прикладываем на салфеточку, чтобы стекли лишний жир. И дальше будем готовить соус. Вот, Ребек, а что вы готовили здесь в своем проекте, когда участвовали в нем? В доме весы мы часто готовили в рукаве в основном. Потом мне очень нравилась красная рыба, запеченная в фольге. Занимайтесь салатом, отрезайте мою хвостики. И я тем временем просто пока поставлю соус. Тут 50 миллилитров соевого соуса. И столько же примерно, это будет 2 чайные ложки сахарного песка. В сторону. Ну, наверное, круче, чем я, никто по-мужски не нарежет салат. Смотри. О, отлично. Может, еще меньше? Да нет. У нас же большие куски. Да. Мы же хотим радоваться. Возьмем стеклянную височку. Положим наш салат сюда. Черри. Микс салат. Микс я умею уже класть. Черри. И наши овощи. Сейчас мы сюда добавляем оливковое масло. Ну, 2 столовые ложки на это все. Соль, перец. Ватерпельк, я предлагаю подать это все на деревянные дощечки, так как мы дома, готовим дома. Шикарная идея. Я согласен. Все отлично. Отлично. Выкладываем на досочку. И как же мы будем это выкладывать? Ложечкой перекладываем. Просто горочкой? Да. В центре? Да. Вот так? Конечно. Мы же грубияны. Да. И смотрите, как красиво получается. Да. Футбол придумали джентльмены, но играют в нее хулиганы. А регби придумали хулиганы, но играют в нее джентльмены. Такие есть. Выкладываем все? Да, выкладываем все. Наш соус уже готов. Загустел. Помидорчиков. Берем наш карамельный соевый соус. Видим? Примерно вот такой густоты. Как джем или что-то там, варенье. И просто поливаем наш салат. И выходит очень красиво? Грубый, теплый салат. Можно уже пробовать? Конечно. Чтобы приготовить необычный салат с овощами, необходимы свежие шампиньоны 100 граммов, баклажаны 100 граммов, 80 граммов цукини, томаты черри 120 граммов, микс салатов 200 граммов, растительного масла 500 миллилитров и оливкового 30 миллилитров. Соевый соус примерно миллилитров 50. Сахарный песок 50 граммов. Для кляра. Мука 120 граммов и 100 миллилитров воды. Соль и перец по вкусу. Наступил мой звездный час. Мне не жюри. Очень вкусно. Великолепно. Просто и со вкусом. Все. Тогда, бутерберг, предлагаю перейти к нашему следующему блюду. Вазанию с неким отхождением от классики. Саша, мне любопытно узнать, чем же будет наша лазанья отличаться от классической. Ну, мы не будем пачкаться мукой, разваривать грязь на кухне, замешивать тесто, раскатывать, отдельно отварить. Возьмем готовый продукт. И лучше всего для этого подойдет джайма. Я уверен. Обычно джайма используется для приготовления бешпармака. Это наше национальное блюдо. Теперь мы сделаем его итальянским национальным блюдом. Макароны Султан произведены из твердых сортов пшеницы, поэтому никогда не слипаются и не развариваются. И не вредят фигуре. То, что нам нужно. Александр, мне хотелось узнать, давно вы в Казахстане? С апреля того года. Вода у нас закипела будет, ребят. Мы предварительно посолили, чтобы у нас был вкус пасты соленой. То есть, как мы любим. Потом опять же наши махинации с солью, перцем, оливковым маслом. Для лазания, я думаю, давайте будем использовать всю пачку. Если она не вредит фигуре, то и нам не повредит. Согласен. Саша, я хотел узнать, а ты пробовал бешфарма? Да, мне принесли огромную порцию. Я еще был дико удивлен. Не, ну, самое мое дикое удивление было, когда я сюда приехал. И пошел просто покушать. Меня просто не встретили, с аэропорта привезли домой. Ну, в общем, располагайся. Самолет был у меня, по-моему, в 6 часов утра. Ну, я, естественно, поспал, проснулся, пошел кушать. И мне вот приносили вот такие вот огромные порции. Салат. Первое, второе. Ну, у нас по-другому не подают. У нас только вот так много. Действительно. Давайте сделаем соус. Джайма. Джайма. Так, поставим сковородочку, прибавим температуру. Что требуется от меня для приготовления соуса? Какая помощь? В принципе, давайте нам венчик. Я пока налил молоко, сливки. Опять же, соль, перец. То есть никуда без него. Саша, а где ты был до Казахстана? В каких странах, я имею в виду? Россия. Да нет. Марокко, Италия, Таиланд, Турция. Лазанью ты научился готовить в Италии? Ну, да не научился, можно сказать. А это национальное блюдо, и поэтому без этого никуда. Я был в Таиланде. Я очень устал от пищи Таиланда. Она специфичка, она не... Она очень острая. Острая, она немножко такая, больше морская, наверное, и очень много моллюсков. Они и жарят их, и варят, и подают полусырыми, и всякими. Это же вкусно, это морепродукты. У нас закипело наше молоко со сливками, теперь мы добавляем в него муку. То есть делаем тоже наподобие сметаны, что-то такого в консистенции. Уважаемые зрители, мука добавляется чуть-чуть, немного. Постепенно добавляйте, постепенно смотреть, чтобы она как по густоте не переходила. Поливаем оливковым маслом. Пускай постоят, чуть-чуть тоже пропитаются. Вот, соус у нас тоже готов. Добавляем в него кусочек сливочного масла. Готов помочь в этом. Перемешиваем. Она растаяла. И просаживаем через ситочку, чтобы избавиться от комков. Ну, не всегда и все получается идеально. Соус называется бешамель. Французский соус. Белый французский соус. Теперь мы подготавливаем нашу сковородочку, займемся фаршем. Сюда пойдет чеснок, лук, говядина, обычный фарш и томатная паста. Что сделать, чтобы помочь? Можете резать чеснок? Я пока займусь луком. Мы поставили заранее сковородку, чтобы она разгрелась. И все. Подготавливаем наши овощи. А мы не будем наливать в сковороду масло? Мы сейчас дойдем до этого. Ага, я тороплюсь. Да, забегаем вперед. Когда я был в Таиланде, что поразило? Поразило огромное количество еды. У них столько фруктов, у них столько рыбы, у них столько всего, а нет мяса. Кроме курицы, они практически не используют никакое мясо. Чеснок готов. Все, мы наливаем наше масло. Лук тоже уже готов. И закладываем в сковородку. Кидайте, кидайте, кидайте. Саша, занимаетесь спортом? Раньше занимался, сейчас нет. Нет времени. Кидайте. Очень высокие, широкоплечье и большие люди. Поверьте, в большинстве случаев есть такие, как я. Обжаривает слук, бутербег. Дальше мы добавим фарш и томат. В принципе, подготовим фарш. Я думаю, что ты не должен жалеть о том, что у тебя не получилось дальше, чем увлечением в спорте. Зато ты шикарно готовишь. И если бы ты не перешел в кулинарию... Я бы остался в спорте. Ты, наверное, кулинария об этом бы пожалела. Овощи наши почти обжарились. Можно добавлять в фарш. Прямо грамм, сколько у нас тут, 300-400 грамм. Вот на эту лазанницу. Также обжарим его до готовности. Потом все соединим. Посыпем пармезаном нашим и запечем. Буквально там 10-15 минут. Наша лазанья ускоряет то, что мы используем продукцию компании Султан. Это очень нам ускоряет. Может, столько времени сэкономили. Так, фарш у нас обжаривается. Добавляем томатную пасту. Где-то грамм 50-60. Также все обжарим вместе. Все. Соль, перец. Достаточно. Потом еще подсолим. У нас в Голи-Месле была одна учительница. Ее звали Катя, и она обожала готовить. Правда, иногда с нами ругалась по поводу того, что мы, зная, что она любит делать, выступали. И вместо на кухне. И когда она уставала, она начинала возмущаться, что почему я должна на все готовить. Ну, как только кто-то начинал готовить вместо нее, она бросала все и начинала вмешиваться в этот процесс. Но у нее получалось очень просто. К чему бы она... Не прикоснулась. Не прикоснулась, все получалось. Катя, я желаю тебе всего самого наилучшего. И прошу прощения, что я сказал то, что сейчас сказал. Если вдруг тебе это не понравится. Но мне кажется, это была правда. Ну, по-моему, это было очень от души откровенно. Бутерберг, фарш у нас готов. Перекладываем к фаршу. Видите, ничего не слипается, ничего не происходит. Добавляем чуть-чуть водички. Сейчас мы их прогреем. Мы ее не доварили чуть-чуть. А, она аль денте. Да, так же мульти аль денте. Мульти аль денте. Еще не дошедшее до аль денте. Доводим до вкуса. Соль, перец. Соль. Все, достаточно. В принципе, у нас готово. И самое важное остается. Да, просто переложить. Нашу вазанницу импровизированную. Не просто переложить. Это получается переложить. Да, очень красиво. Выложить и добавить туда. Соус бешамель. И засыпать все это дело пармезаном. И поставить в духовку. Я уже сейчас причинствовал. Минут на 10. Очень вкусно. Ну, сверху обильно. Выложить. Посыпали пармезаном. И осталось только что? Запечь. 10 минут. 10 минут прошло. И наше лазанье готово. Давайте доставать. Перекладываем. Для приготовления лазаньи понадобятся следующие продукты. Сочный жайма. Одна упаковка. Сливки 150 мл. Молоко 250 мл. Сыр пармезан 80 г. 300 г говяжьего фарша. Томатной пасты 50 г. Одна головка репчатого лука. Чеснока 15 г. 50 г муки. Масло оливковое 50 мл. 30 г сливочного масла. Соль и перец добавить по вкусу. Очень тонкий вкус соуса бешаме оттеняет мясо. И блюдо в целом получается таким нежным, воздушным. Очень приятно. Большое спасибо. Я надеюсь, это будет очень просто готовить дома. Уважаемые зрители, я буду наслаждаться лазаньей. А вам предлагаю посмотреть сюжет о том, как просто и красиво украсить блюдо. Добрый день. Меня зовут Роберт. Сегодня будем готовить молочно-банановый коктейль. Молочно-банановый коктейль. Смешаем в миксере граммов 20 сахара и один среднего размера банан. Берем красивое свежее яблоко. Острым ножом отрезаем тонкий ломтик. Не спеша, аккуратно придаем форму бабочке. Разумеется, ваша фантазия может подсказать любые формы для украшения коктейля. В блендер к пюре из банана добавляем 250 мл молока и взбиваем все на высокой скорости. Выливаем коктейль в стакан. При желании можете добавить лед. Оформляем взбитыми сливками. Украшаем кусочками банана и осторожно усаживаем на молочное облако бабочку. Этот полезный молочный напиток подойдет и детям, и взрослым. До встречи. И вот пришло время десерта. Саша, что мы будем готовить? Песочно-фруктовый десерт. Для этого нам понадобится песочное печенье любое. То есть в данном случае это у нас... Отрубное печенье. Отрубное. Фрукты, сыр, маскарпоне, пудра, изюм, фрукты, которые есть в холодильнике, может быть, яблоко, апельсины добавить, все что угодно, бананы. Шоколад, сахарный песок и масло. Приступим. С чего начнем? Сделаем основу для нашего десерта из печенья. Каким образом? У всех дома есть рукав для запекания, поэтому просто легким движением руки выкладываем печенье равномерно. Я думаю, вот этого будет достаточно. Положили в рукав для запекания и разбили. Все. Всыпаем. Печенье превратили в крошку. Да. Причем у нас никуда не делалось, не рассыпалось. Собрали. Высыпали. Удобно, очень удобно. И чисто. Чистота – залог здоровья, гигиены превыше всего. Сюда можно добавить одну ложку воды и чуть-чуть сахара. Я принимаю эти слова за команду. Да, действуем. И после, я так понимаю, нужно перемешать. Да, все это перемешиваем и оставляем. Пускай у нас отдыхает все это. Дожидается в своей очереди. Сейчас мы подготовим наши фрукты. Что-то нарежем, что-то у нас уже готовое, что касается замороженных ягод. Все это обжарим. И будем выкладывать слоями нашу креманку. Получается, наши фрукты еще будут проходить дармообработку. Да. Доверю вам нарезку фруктов. Тем временем почистю киви. Правильно. Да, да. Нарезаем правильно. Кубиками, да? Да. Ну, давайте еще опять же напомним нашим телезрителям, то, что мы же находимся дома. И особой придирчивости к этому нет. К сковородкам добавляем наше сливочное масло. Киви мы тоже нарезаем. Такими же кубиками, как и яблоко. Давайте сделаем, наверное, крем для нашего десерта. Давайте. Для этого мы возьмем маскарпоне, сливки, сахарную пудру. И все это взобьем. Вон в той чаше. Венчик. У нас был венчик внизу. Так, наше масло растаяло. Да. Есть такое дело. Добавляем одну чайную ложку сахара и наши фрукты. Сначала мы кладем яблоко с киви и изюмом. Через минуту, наверное, добавим фрукты. Замороженные фрукты. Замороженные ягоды. Ягоды. Можно использовать любые ягоды, кому как нравится. Черная смородина, красная смородина, клубника, черешня, вишня. Добавляем сливки. И сахарную пудру. Это тоже. Чайную ложку. По-моему, фрукты уже почти готовы. Добавляем еще. Мы не жарим, мы просто прогреваем. Мы их прогреваем, тем самым еще чуть-чуть кремлизую. Это можно оставить и в холодном виде, перекладывать, и также в горячем. Перекладываем своими наши печенья, наши фрукты. Своими, с нашими фруктами и нашим кремом. Все, достаточно. Что сюда надо добавить? Фрукты. Не убирайте, не убирайте крем. И потрем сверху шоколад. И, в принципе, все это готово. Можно поставить в холодильник, можно есть сейчас. Я думаю, что мы будем есть это прямо сейчас. И последний штрих наш. Десерт песочно-фруктовый микс. Одно крупное яблоко примерно 140 граммов, изюм 50 граммов, печенье трубное 200 граммов, сахар-песок 60 граммов и 30 граммов сахарной пудры, сливочное масло 60 граммов, 200 граммов творожного сыра, желательно маскарпоне, сливки 20% жирности 100 миллилитров. Для украшения пригодится 50 граммов шоколада. Что? Пробуем. Начнем. По-моему, он порадует любого вашего гостя или детей. Вы помните о нашем конкурсе рецептов? В конце месяца мы подведем итоги, и автор лучшего рецепта получит приз. До новой встречи через неделю. В кулинарном шоу «Дом рецептов». До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин